в разные стороны, то есть видно, что от нездорового человека сделан ребёнок, вот. Это в редких случаях, да и нет. Тем более, если человек долбает 12-15 лет, там непонятно что. Вот. Потом вот такое поколение, к сожалению, вырастает. Не то, чтобы здоровых детей, да, условно, а вот таких много. У них там и умственные, я думаю, способности не очень хорошие, то есть там не вундеркинда точно родится. Далеко не вундеркинд. Ещё с кем-нибудь заделает, вырастет, ещё таких наделать. Я это говорю к тому. Это я говорю, что бороться бы с этим, но опять же, это всё бабки. Вот повязано, да, вот такой вот круг. А лучше не употреблять, да, потому что всё-таки нужно за поколение отвечать, будущее. А вот эти люди, мало того, что они временами, с периодичностью непонятно, что исполняют, и других доводят людей до состояний невменяемых, тем привет. Просто как-то надо либо лечить, я не то, что трубы, да, таким людям перевязывать, но я не знаю. Ну, дети от таких людей... Ну, это страшные, наверное, вещи, я говорю, но, блин... Это ужас, на самом деле. Понятно, что это, скорее всего, со мной а-ля, типа... Никто никого не подсаживает, и никто никому не заливает. Когда нет силы воли, это всего лишь, знаете, глупые отмазки. Силы воли нет, и всё. Я сейчас не говорю все, я думаю, на бытовом плане нет-нет, там и покуривают, знаю, девчонки и мальчишки, и бывает выпивают. Но это цветы по сравнению с тем, когда вот именно, знаете, зависимость лютая. Паша Техник, например, который на наших экранах... Ребят, чем вы гордитесь? Это наркоман тоже. Он как бы остроумный, я не спорю, там ещё что-то сохранился, какой-то ум. Но это видно, что он нарик, ребят. Такое выставлять, ну... Ну, не знаю, это стрёмно. Вот с такими глазами. Скорее всего... Да иди ты нахуй отсюда, давно это, скорее всего, Стаса Пьеха тут сидит с разных страниц. Поэтому... Поэтому... Просто я не люблю, если бы меня, допустим, вот этот товарищ бы не трогал, не переходил на личности и не обзывал мою семью, наверное, бы я сидела здесь и молчала, и такого бы не говорила. Но почему? Тоже человек должен знать, что о нём нехорошо думают. и знают, кто он на самом деле. И начинают там оправдывать этих нариков, как... Вот знаете, вот какого-нибудь действительно Кольку или Ваньку обычного они позорили бы, да? А вот такое чадо выставляют, и сразу оправдание ему находят. Тут бы сказали, нарик там, опозорили бы, сказали бы, что он вообще ни к чему к жизни не приспособлен. А вот такое дерьмо мы восхваляем, говорим, да ладно ты что, у него проблемы были, у всех проблемы, у всех людей есть проблемы, есть и похлящие проблемы. И вот это, знаете, говно пытаются обелить, там какие-то истории сочиняют, что что-то там пошло не так, психологические проблемы, они у всех есть. Кто виноват, что ты не можешь с этим справиться, а вот этот смог справиться? Или она не смогла, а вот этот смог? Вот эти вечные какие-то... Не люблю, знаете, когда превозносят то, то, что не нужно превозносить. Обычно какую-нибудь там парню обхуйсосят хотелось, ну я уже сказала, обматерят так, что маме мало не покажется, и ему не поможет никто. А вот таким помогут. Мне кажется, все в этом плане одинаковые. Если ты, допустим, одного костишь, то вообще костить никого не надо. Зачем кого-то костить? Не люблю такое, понимаете? Вот и всё. Просто вот эти все зависимости, особенно когда человек там бросает, или вот бросил, да, и всё равно перерывами, там осенью особенно я замечаю, у них вот такие начинаются болезни, особенно психологические такие моменты, паника, вот эта вся фигня, проблемы с социумом своим не могут найти общий язык, они начинают там обзываться, вот этой желчью кидаться. Особенно зависимых людей, если разбирать, ну наркоманию, если разбирать, то таким мальчикам, которые употребляют на постоянной основе, либо употребляли, им очень тяжело отношения строить. И они всегда с девушками, она всегда для них мразь, вот Гуфа, например, ну так, интересно, если вам, какие он интервью даёт. Он же тоже как бы наркоман, скажем так. Чего уж тут греха таить? Он же по интервью, видно, что у него все плохие, он не может отношения нормальные построить с девчонками, он постоянно их меняет. Вот у них с Айзой там было, да, какой-то роман, ну как, какой семья, просто она его терпела, там, не знаю, как можно такое вообще терпеть. Потом он ещё кого-то нашёл, то есть таким людям, им не найти семейное счастье, то есть они не могут строить отношения, это уже первый звоночек. У них все женщины плохие, они всех ненавидят. Ненавидят. Вот любые отношения, там, два года, или десять лет, или просто год, либо полгода, она будет мразь по итогу. Это, конечно, забавно. Знаете, как вырезка была у Гуфа, где он сидит, и его спрашивают, так как вы сейчас с женой со своей общаетесь? Он говорит, да она мразь. Он это смешно и грустно. Понятно, что он со своей колокольней, но, блин, вот я и говорю про зависимых, они злые, злые. Просто Гуф, он открытый человек, он говорит, а тут более другой вариант. Это из последних сил здесь держимся, чтоб не лопнуть, а потом с чужих страниц, какая тактика, пишем всякую гадость. И просто, я в свой адрес всё только не услышала, что я тут и прост... Ну, короче, классика жанра. Хотя, в принципе, знаете, что самое интересное, что с человеком вообще ничего не было в плане даже каких-то либо, знаешь, называть там тесные отношения, вообще никаких. То есть что-то люди сами себе напридумывают, нафантазируют, и потом им это вдруг не удаётся с тобой вот это сделать, то, что они там уже напридумывали себе якобы. Моразм, честно. Чистой воды маразм. Потом они якобы горюют, там тебя... Ну, это... Ладно. Вот, мы говорили о наркомании, поэтому, да, берегите себя, не нужно впадать в какие-либо зависимости. Если они у вас есть, то искореняйте эту дурную привычку. Ни к чему хорошему она вас не приведёт, ребятки. Ни наркомания, это название наркомания, ни наркомания, ни алкоголизм, ни курятина, вот это, в принципе. Без этого всё чище, поверьте мне. Я сама нет-нет, тоже люблю и погулять, и в кафешку, и не в кафешку, и с подругами, и с товарищами. и с товарищами, обмен Compare. Продолжение следует...